Доброго здоровья, дорогие! Ко мне очередные вопросы. Здравствуй, Руслан. Подскажи, может ли душа своих сводить будущих родителей? Да, да, конечно. Иногда, но не всегда душа это делает. Смотря сколько силы или энергии в этой душе. Если душа сильнее или опыт её больше, или она... Хотя, это брать, если ближайшие измерения, то... Та душа, которая сильнее, та организовывает. Та организовывает приход сюда больше, чем две остальные души. То есть, иногда это ребёнок, а иногда один из членов семьи. То есть, женщина или мужчина. То есть, чья душа сильнее, та больше берётся за организацию. А две другие в основном помогают в этом. То есть, обычно есть основанная душа или... Та душа, которой это больше нужно. Или... Которая больше даёт на это энергии. Остальные тоже могут давать, но в разной степени. Чуть меньше или намного меньше. Хотя, бывает очень близко, когда две или даже три души дают много энергии. И отличия маленькие. Но всегда какая-то душа является лидирующей в этом союзе двух или трёх. Или более членов семьи, или существ, которые собрались рожать или приводить в этот мир кого-то ещё. Или кто сам решает, кого он свьёт с друг с другом, чтобы он пришёл. То есть, есть более сильная душа и управляет всем процессом. Или пытается управлять. Иногда, получается, не очень. Или не с первого раза. Или... Хотя, это если смотреть из одного измерения. Так, если из других... Из более высших. Так, там чуть-чуть по-другому. А если брать ещё выше... В общем, есть Высшее Я, которые руководят в разной степени. Которые договариваются этим процессом. Или подают на это энергию. Да, да. Подают энергию через каждого. То есть, у каждого есть Я, Высшее Я, которые ему дают энергию и на этом в том числе. И на многое другое. И либо помогают в этом, либо блокируют это, либо дозированно дают энергию. Либо направляют. Корректируют, подсказывают. Либо отпускают и позволяют... Да, есть. Особенно с молодыми душами происходит то, что они экспериментируют, как хотят поначалу. Но когда они начинают просить руководства у Бога, у высших каких-то сил, вот тогда те начинают помогать им или вмешиваться. По просьбе того, того маленького Я, которое пришло в этот мир. Или, если это происходит ребенком, то есть, если руководство идет через ребенка, то там тоже бывают подключения разных Я. И у некоторых детей не получается свисти, потому что здесь все-таки свобода воли играет роль. Это игра, это как компьютерная игра. Вообще-то у каждого есть высшее Я, и разные Я, которые в разной степени участвуют в этих играх. Играх друг с другом. И некоторые эти игры кончаются как раз приведением сюда ребенка. Так, сводить. Да, кстати, в итоге получается, все эти встречи, все, какие-то наши Я сводят нас друг к другу, экспериментируют, пытаются, что-то делают. У нас здесь это по-разному выглядит. В общем, все события являются отражениями того, что как с нами играют разные наши Я, находящиеся в разных измерениях. И ребенок один из участников. Иногда самый активный, а иногда лидирующий. Иногда тот, который берет максимально или все, или почти все в свои руки. Но не всегда так происходит. То есть, высшее Я, смотря кого. Сложный вопрос, с каждым по-разному. Наверное, все-таки я ответил более расширенно на вопрос. Если да, то завершаю видео. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok